Тяжёлая техника укладывает асфальтобетонную смесь, следом за ней каток уплотняет покрытие. Этот участок автодороги Юрьев-Польский-Григорово-Гаврилов-Посад не ремонтировали много лет. В итоге установленным требованиям не соответствовало почти 80% асфальта. В этом году по нацпроекту безопасные и качественные дороги на ремонт выделили 168 миллионов рублей. В порядок приведут 18 километров трассы. У нас выполнены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия. Выполнено 15% общего объёма устройства выравнивающего слоя. Планируется в дальнейшем продолжать эти работы с последующим устройством верхнего, укреплением и нанесением разметки. Условия контракта предусмотрена нанесение гарантийных обязательств. Это 4 года с момента подписания актов приёмки выполненных работ. На этой автотрассе всегда оживлённое движение. Дорога соединяет 33-й регион с Ивановской областью. Полностью завершить здесь ремонтные работы планируют осенью. А участок с новым асфальтом уже оценили автолюбители. Замечательно оцениваю. Чтобы было всё так хорошо и наши дороги ремонтировали. Очень всем важно. И скорость, и безопасность, и всё. В этом году дорожный фонд региона превышает 9 миллиардов рублей. Это почти на 50% больше прошлогоднего. В планах ремонт 115 километров региональных и межмуниципальных дорог. Несмотря на рост цен на строительные материалы и ограничения на поставку комплектующих для спецтехники, все работы идут по графику. Таких объёмов техники мы никогда не закупали. Это более 80 машин. Мы рассчитываем, что это стабилизирует состояние парка техники. Эта техника предназначена в том числе и для организации муниципалитетов. Более 40 машин туда пойдёт. Дополнительные средства регион выделил и на закупку новой дорожной техники. Благодаря этому часть объектов уже сдали раньше срока. Это 4 дороги в Киржачском, Ковровском, Меленковском и Муромском районах. Работы идут в соответствии с графиком. Хорошо, с учётом нынешней ситуации, организовали эти работы. Вышли на активную фазу работы. Это во второй половине июня. Сейчас полным ходом эти работы идут. Рисков пока департамент не видит. И смес сигналов не поступает, где-то не освоение. Все работы по ремонту дорог в регионе должны завершиться к концу октября. По поручению главы региона Александра Авдеева, качество нового асфальта на каждом участке специалисты будут проверять с привлечением общественников. Оксана Любимова и Дмитрий Шаталов.